Открытый телеканал представляет В Каире обсуждается соглашение о долгосрочном урегулировании. При этом Иран уже пообещал Хамасу поставить зенитные установки, а США переводит нам более 200 миллионов долларов на новые железные купола. Машина смазана, ехать может только в одну сторону, нас готовят к новой войне. Стоит ли тянуть, может быть пойти и довоевать до конца предыдущую? Я бы сказал так, на мой взгляд ситуация выглядит очень неприятно. Мир фактически запасается попкорном, чтобы смотреть, как мы здесь воюем с нашими врагами. Так же ситуация происходит сейчас в различных регионах мира. Мы видим результаты этого. За разговорами о мире только война. Она подогревается, она разогревается всеми силами. То же самое происходит и у нас. Различные игроки вкладывают деньги в Хамас, а наши так называемые друзья вкладывают деньги в нас. Но почему-то все это ведет не к миру, а именно к войне. Я думаю, что миру не придется очень долго ждать. Несмотря на то, что Хамас понес большие потери, тем не менее он сохранил контроль над ситуацией. И война здесь, по сути, идет за идеологию. Причем понятно, что за что воюет Хамас. Их цели, они говорят, явно и открыто. Это меньше мне понятны наши цели. Ну вот ты абсолютно верно сказал насчет идеологии. Меня не покидает ощущение, что нас в очередной раз оставили в дураках. Потому что у всех идеология есть. Идеология есть у тех, кто снабжает деньги Хамасом. Это хорошо отработанная методика управляемого хаоса, которая благополучно зарекомендовала себя на Ближнем Востоке. Идеология есть у Хамаса, который готов воевать за свои идеалы до последнего хамасника. У нас почему-то идеологии нет. Мы почему-то воюем непонятно за какие ценности, как раньше говорили в Израиле, за Виллу и за Вольво. Но этими ценностями победить нельзя. Мы должны противопоставить идеологии Хамаса нашу идеологию. Она у нас есть. Мы представляем так называемую западную идеологию. Хорошей, зажиточной жизни, чтобы все было спокойно, жить вместе со всеми в мире. Это то, о чем мы говорим. И мне как раз кажется, что этого недостаточно. Конечно, недостаточно. У нас есть правило, на основе которого наш народ существовал уже многие тысячелетия. Несколько тысяч лет, во всяком случае. Это правило звучит возлюбив ближнего, как самого себя. Это правило может лечь в основу новой идеологии. Идеологии Ближнего Востока. И я считаю, что против этой идеологии не сработает никакое оружие. Ни горячее, ни холодное, ни идеологическое. Не кажется ли вам, что это древнерелигиозное правило довольно трудно применить к сегодняшней реальности? Я не говорил об этом правиле в контексте религиозной доктрины. Это правило, подтвержденное жизнью. И жизненный опыт, история нашего народа и короткая история нашей страны доказывает, что как только наш народ следует этим идеалам, следует этому правилу, мы становимся сильными и непобедимыми. Как только мы от него отказываемся, из нас можно бить веревки. Я тоже думаю, что сама история нашего народа прямо доказывает, насколько объединившись и сплотившись, пусть может быть даже не целиком народ, а общинами, мы прошли все изгнания и смогли выжить в самых невероятных условиях. То есть была идея, и она вела народ. То есть мы народ идей, мы не народ высокого уровня жизни, мы не народ американской мечты, мы народ идеи, и за это мы должны воевать. Если еще можно пару слов добавить, чтобы приспустить все это, чтобы встать на твердую землю, вместе с идеей, разумеется. Если мы останемся в той же ситуации, как сейчас, будем воевать за хорошую жизнь, без всякой идеи дополнительно к этому, то рационального решения мы просто не найдем. Мы становимся белками в колесе, и обороты вовсе увеличиваются, и войны учащаются. У нас просто нет другого выхода, нужно порвать этот замкнутый круг, и для этого нужно выбраться в иные правила игры, не в те, которые нам сегодня диктует мир. А для этого, прежде всего, мы должны взяться за ум, вместе найти свой путь.